Матронимы — новая тенденция 21 века. И для тех, кто не знает, я скажу, это когда отчество у человека по маме. И более подробно мы сейчас эту тему обсудим с Ольгой Войновской, кандидатом психологических наук, доцентом факультета психологии Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Ольга, скажите, пожалуйста, а с чем же всё-таки это связано? Что это за матчество такое? Откуда такая тенденция взялась? Было ли вообще оно когда-то в нашей жизни? Ну, как говорится, одна ласточка весны не делает. Хотя, если признаться, это не навод для нашей культуры. Очень давно у нас уже эта история мы проходили. Но, как правило, это было под грифом таким больше оскорбительным, я бы так сказала. Узнать и матчество мы называли так называемых бастардов. Ну, вот на Украине это слово больше такое, простите, бастрюк называлось. Это обзывательное такое, это клеймо даже было. Поэтому было всегда с негативным оттенком. Но, правда, были и другие вещи. В деревнях, например, матчеством называли детей тех женщин, которые сама растила детей от многих мужчин, которые по каким-то причинам умерли. И чтобы объединить семью, такая была ситуация, чтобы сохранить семью, целостность семьи. То есть это было в положительном моменте. Но для современного общества это, конечно, такая новенькая вещь, такая странная, я бы сказала. Кстати говоря о современном обществе, Ольга, как вы считаете, может ли это негативно повлиять на ребенка, когда вот непосредственно он находится в обществе? Вы знаете, как и у любого нового феномена, есть и с две стороны. Плохая и пока еще неизвестная в данном случае. Поэтому я прокомментирую два этих полюса. Первое. Конечно же, нужно думать о психическом здоровье ребенка, потому что есть исследования, которые говорят о том, что, во-первых, вычурными именами называют детей родители не всегда психически здоровыми. Это раз. А, скажем, отчество или матчество, это все-таки часть имени. Более того, есть американские исследования о том, что ребенок с, как я сказала, вычурным именем, чаще страдают психическими расстройствами, чем дети с обычными именами. Почему? Потому что они очень тонко реагируют на микрореакции на это имя. Как бы назвали именем, раз реакции, взгляд такой на ребеночка, и он чувствует что-то не то. Это создает тревогу. Поэтому ребенку, конечно, это всегда неприятно и небезопасно. Тем не менее, что я имею в виду, когда я сказала, что еще неизвестная ситуация. Мы же понимаем, что современный мир идет к таким интересным вещам, ну, скажем, ЭКО, когда женщина, это может быть такое вейни, когда женщина вообще не захочет мужчину для продолжения рода и сама будет себе рожать, выбирает там какой-то генотип и так дальше. Тогда понятно, что придется эту историю с отчеством как-то менять. Но это если человечество пойдет по такому пути развития, что крайне тоже опасно и сложно, и мы неоднократно на эту тему говорим, что мы себе не представляем, как будет развиваться ребенок без папы, ну, без этой триангуляции «мам, папа, дитя». Но по поводу общества, вот на ваш вопрос, Стефан, я хочу ответить так. Мамочка, которая, ну, скажем, вот мы эту историю знаем, да, что вот она назвала, потому что папа вот не будет принимать участие. Вот женщина часто на свое усмотрение интерпретирует участие папы в жизни ребенка. То есть пеленочки не меняет, памперсы, там, за кашку не варит, плохой папа. Но если папа защищает родину или там в шахту спускается, разве он косвенно не участвует в воспитании ребенка? Вообще-то какой-то такой, ну, скрытый шантаж, я бы сказала, и манипуляции, разборки между мужчиной и женщиной. И последнее про общество. Обществу это не полезно. Мы видим, как даже на этой маленькой истории разобщилось общество. Вот как не история, так все раскол в обществе, раскол в обществе. Вот, знаете, тут нужно, как всегда я рекомендую, консультируйтесь со специалистами. Ведь даже просто выбор простого имени, мамочки щепетильные разговаривают с психологами и все-таки консультируются, как правильно, на что это повлияет. Ну, я не беру и затерику, нет, там своя история. Но, правда, это очень важно правильно назвать ребенка. А как вы думаете, Ольга, приживется ли мачество в России, если вот заглянуть немного вперед? То есть из негативного оно может перерасти в позитивное? И уже потом будут говорить, ой, у тебя отчество. Ну, знаете, Ольга, мне напоминает, знаете, какую историю, к сожалению, когда мы психологи, ну, ехидненько, профессионально смеемся. Когда раньше в школу приходил ребенок, и у него нет папы, и он был изгоем, у тебя нет папы, и ха-ха-ха. А потом в какой-то период времени у тебя один папа, а у меня два-три было папы. Ну, понимаете, это трагедия, конечно. Ну, не прижилось, слава богу. Все равно как-то была такая волна свободы отношений, потом как-то она стихла, и слава богу. Поэтому я думаю, что, ну, вот в зависимости от того, как человечество себя развернет в плане вот репродуктивной функции, вот там уже и будут изменения и в этой стихии. Но, повторюсь, вообще крайне опасно воспитывать детей без вот этих, без присутствия троих. Мать, отец, дитя. Вот это есть нормальное психическое здоровье. И нужно очень много лет, чтобы вот наша психическая структура перестроилась, чтобы это было несколько иначе. Я уже не говорю, простите, папа номер один, папа номер два, или мама номер один, мама номер два. Там как будет, понимаете? То есть это такая очень сложная история. О, это дивный 21 век. Чего ожидать завтра? Просто невозможно предугадать. Но я хочу вам выразить огромное благодарность за то, что вы это утро встречаете в нашей компании. Рассказали такую интересную информацию нашим дорогим телезрителям. Ну и, кстати, телезрителям хочу напомнить, что это утро вместе с нами встречала Ольга Войновская, кандидат психологических наук, доцент факультета психологии Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Крымского федерального университета имени Вернадского федерального университета.